Как не получить штраф в 10 тысяч крон, находясь в Чехии? Досмотрите, пожалуйста, видео до конца и узнаете. Привет всем, меня зовут Игорь, я автор канала Maros Life, я живу и работаю в Чехии. И сегодня буду говорить о том, как не получить штраф, находясь в Чехии, для всех жителей иностранцев, которые живут и работают в Чехии. Все дело в том, что, ребят, в 2021 году будет перепись населения, каждый 10 лет проходит вот такая вот штука, и раньше это было все в бумажном виде, сейчас уже сделали вариант онлайн. Поэтому, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, перепись населения в Чехии все-таки пройдет по плану с 27 марта по 11 мая 2021 года. Процедура обязательно, абсолютно для всех, в том числе иностранцев с документами на постоянное и долговременное пребывание, то есть свыше 99, по-другому это рабочие карты, крывал и побыт. Кто не хочет это делать, отказывается, может получить штраф до 10 тысяч крот. Поэтому, как их не получить, точнее избежать этого штрафа, сегодня расскажу. Ключевым является само наличие разрешения на пребывание для иностранцев, то есть если даже вы фактически не проживаете, но есть у вас разрешение, вам все равно придется сделать эту перепись. Исключение сделано только для дипломатов и туристов. Для тех мигрантов, кто не знает чешский язык, выпущены специальные брошюры с переводом всех пунктов переписного бланка на английский, немецкий, польский, русский, украинский, вьетнамский и румынский языки. Однако, это лишь вспомогательный материал, принимать будут только оригинальные бланки на чешском языке. Но, также можно сделать, в принципе, это все онлайн, чтобы никаких контактов, ничего не было. Есть специальный сайт, читание ЦЗ, ссылочки обязательно я оставлю и на эту информацию, и на все ссылки на русский и украинский языки. То есть обязательно это все будет под видео вот здесь. Здесь электронная перепись пройдет, внимание, с 27 марта по 9 апреля. То есть в этот период принимаются электронные варианты. Для нее потребуется предварительная регистрация на сайте с вводом данных удостоверения личности. Также обязанность можно исполнить и по старинке, в бумажном виде. Но для нас это будет впервые, потому что мы этим никогда не занимались. Я, честно, сам случайно нашел эту новость и не ожидал, что есть такая штука здесь. И она еще обязывает всех иностранцев проводить ее. Так что классическая бумажная перепись пройдет с 17 апреля по 11 мая. Анкеты по домам будут разносить счетные комиссары. Кроме того, их можно будет самостоятельно получить во многих отделениях Чешской почты и региональных офисах Чешского статистического управления. Туда же, на Чешскую почту, до 11 мая нужно будет отнести заполненные анкеты. Поэтому вариант либо онлайн, либо бумажный выбирайте сами. От этого нельзя отказаться, нельзя сказать, что я там забыл, я не знал, я не слышал. Это не катит, поэтому, ребят, к этому вопросу отнеситесь очень серьезно. А сейчас я вам покажу, как выглядит бумажный вариант анкеты на русском языке. Поэтому смотрим вместе. Вот и перешел по одной из ссылок. То есть вот на русском языке. Здесь все рассказано, как заполнять. Посмотрите, пожалуйста, включайтесь в перепись, как расписано, что нужно сделать. И расписаны даты. Вот перепись онлайн 27.03 по 9.04. Лучшее участие в переписи через интернет. Считание ЦЗ. Без контакта с переписчиками или без посещения переписного участка. Заганомьте время и выполните свои обязанности. Ну, сейчас у всех есть смартфоны, поэтому можно зайти спокойно на компьютеры записать. Там ничего сложного на самом деле нет. Печатные варианты будут с 17 апреля по 26 апреля. Сбор печатных переписных листов 27 апреля по 11 мая. Если вы не участвовали в переписи онлайн, у вас есть возможность заполнить печатный переписной лист. Получить издатель можно у переписчика по предварительной договоренности или с 17 по 11 мая на переписных участках Чешской почты. Или в краевых органах Чешского статистического управления. Телефоны, контакты, сайты, все здесь есть. Дальше, опять же, на русском языке можно здесь почитать, что для чего и как, когда это все будет проходить. Заполнять по состоянию на 26.03.2021 года. Какие пункты, какими ручками, если вы будете вариант выбирать бумажный. И дальше уже расписываются такие вот пункты, по какому отрасу проживаете, данные о жилье и все-все-все. Кто с вами проживает и так дальше. На некоторые пункты можете там не отвечать, там есть такие моменты. Но опять же, обязательно это изучите. Также там будет выбор о профессии. Вот все номера, которые здесь расписаны, это выбор вашей профессии. Ну, то есть, к примеру, если вы работаете на производстве продуктов питания, то ваша профессия будет под номером 10. Если, допустим, у вас строительство зданий, то это пункт 41. То есть, такая вот система. Ребята, ну вот такая вот информация, она реально очень важная. Поэтому от вас, пожалуйста, подписка, лайки, комментарии, чтобы больше было алгоритмов, чтобы YouTube видел, что это очень актуальная новость, информативная. Репосты делитесь со всеми своими друзьями, коллегами, кто проживает, кто не знает об этом. Обсуждайте, потому что это очень важная тема, о которой должен знать каждый, кто живет и работает в Чехии. У меня на этом все. Увидимся в следующих выпусках. До новых встреч. Пока-пока.